Добрый, добрый вечер, дорогие! 24 августа, 2024 год, 20.00, суббота, и встреча с нашими дорогими выпускниками, наша глупная программа. С тех, кто с нами в прямом эфире, пожалуйста, напишите, хорошо ли вам слышно, видно ли вам, комфортно ли вам заниматься. Мы с вами в прямом эфире, чтобы не было никаких ошибок, накладок, дайте нам обратную связь. И одновременно напишите, пожалуйста, то задание, которое мы вам давали на прошлой неделе, насыщать внутри свое тело яркими образами. Вы гуляете, красивая природа, небо, деревья, трава, цветы, озеро, река, море, пруд, горы, и вы помещаете много-много раз все это внутрь себя, зарядиться и почувствовать необычайную легкость внутри. Молодость, невесомость, чтобы вы не чувствовали свое тело. Получилось ли у вас это легкое упражнение и одновременно очень нужное и важное, очень глубокое и очень фундаментально сильное упражнение, друзья мои. Итак, кто слышит нас и кто видит нас, учебный центр эффективность, клубная программа, встреча с нашими дорогими выпускниками. На дворе август, последняя неделя августа мы с вами не даем вам трудных или сложных заданий, отвечаем на вопрос, общаемся и готовимся. В сентябре у нас очень и очень большая интенсивная программа. На 18, друзья мои, сентября у нас намечена очень необычная программа. Прочувствовать ощущение, когда тебя любит Создатель, когда тебя любит вся Вселенная, когда тебя любит жизнь. Но не просто насыщает тебе энергией, не просто она тебе помогает наполнять тебя светом и так далее. А у нас такая программа, где мы будем представлять этот свет, эту силу и эту любовь в ключевой момент. Разумную. Вы не просто наполняетесь божественным светом, ну как будто вас подкачали бензинчиком, да, там, как будто вас подкачали энергией и так далее, зарядили вас. А что вот этот свет, он разумный. Вот эта любовь Создателя, в которой вы живете, в вашем доме, в ваших делах, в вашей жизни, разумной. И она помогает, она лечит вас там, где вы не знаете, где вам надо. Может вы не знаете, тут нервная система, нужно нейрончики подлатать, а вот здесь кровеносные сосудики, капиллярчики нужно подремонтировать. Наполняет вас и помогает вам. Именно такая, знаете, помогающая сила, да, что чувствует человек, которого любит жизнь, любит Вселенную, любит Бог, Создатель. Аллах, Яхве, как хотите назовите. Такая программа будет у нас, друзья мои, 18 сентября. И даже мы с вами будем начинать не только, что вот она лечит вас, но как будто в ваших делах, в ваших жизненных планах тоже присутствует огромная, разумная, ключевой момент, да, любящая вас сила, которая делает так, как вам надо. А вы, как бы, как наблюдатель, смотрите и вот, интересно, а как эта сила решит вот эту задачу? И наблюдаете целый день. И эта задача решается. Вы себя спрашиваете, а как Создатель решит вот эту проблему? И вы наблюдаете, пусть наблюдаете, не мешаете. И ты смотришь, как эта проблема решается. Но это при условии, если ты принимаешь вот этот самый важный посыл, который есть во всех трех ключевых религиях этого мира. Авраамистических религиях, да, от Авраама. Христианство начинается со слова Авраам. Авраам родил Исаака. Иудаизм, там тоже Авраам имеет большое значение. И Ислам. Значит, друзья мои, сейчас пока август, мы наполняемся положительными эмоциями, силами, насыщаемся отдыхом, готовим своих детей в школу, а в сентябре уже настраивайтесь на большую работу. Итак, слышно, видно нас? Вы сегодня очень хорошие вопросы подготовили. Давайте будем на них отвечать. Итак, первый вопрос. Кто спрашивает? Наша дорогая Жанар из Казахстана спрашивает, как сделать так, чтобы энергии хватало больше, чем просто на решение повседневных задач. А так вся энергия уходит на... Жанар у нас многолетная мама. Ей есть много о ком позаботиться и много задач. Всем нужно уделить внимание и любовь. Как сделать так, чтобы энергии хватало больше, чем на просто решение ежеминутных задач. Во-первых, друзья мои, это гимнастика для суставов. Знаменитая суставная гимнастика по системе Норбековой. Я хотя прекрасно знаю, что Жанар ее делает, но для всех остальных тоже. Когда мы делаем гимнастику, на удивление, друзья мои, у нас меняется восприятие времени. Если для человека, который не делает гимнастику, у него время от завтрака до обеда полчаса. Внутренние ощущения как будто очень коротенькие. Между обедом и концом рабочего дня еще полчаса, 40 минут, час. Ничего не успеважится. Люди, которые делают гимнастику, смены. Люди, которые занимаются спортом, делают пробежку, еще что-то. У них наоборот растягивается восприятие времени. Им кажется, что это не полчаса прошло, а два часа прошло. Время между завтраком и обедом, а у них поощущение как будто два дня. Вот столько много времени. Вот так. Второе, друзья мои, когда мы сильно концентрируемся на решении каких-то своих повседневных задач, мы можем забывать чувство юмора и улыбку. Из-за своей ответственности, из-за своего усердия мы стараемся сделать все серьезным. И у многих лиц в этот момент очень сосредоточены, напряженные. От этого мы напрягаемся. Можно мыть полы с легкой улыбочкой, сильно не стараясь, просто мыть полы. Без сильного стараться. Вот если люди слишком сильно вкладываются в какие-то бытовые задачи, сильно стараются, они затративают тоже очень много энергии, и тогда энергии у них мало остается на решение каких-то крупных задач. Просто ради интереса. Дайте команду мозгу. Скажите, а вот сейчас эту работу я сделаю с легкостью, с радостью, с улыбкой, буду петь песни. Допустим, вы говорите, сейчас я пойду готовить завтрак. Я буду делать его с легкостью, с улыбочкой, с радостью, и буду напевать песенки. И вы уже режете свои помидорки, вы уже режете яички, еще что-то, еще что-то, и уже у вас нет напряжения в теле, легкость. И меньше вот этого выхолощивания энергии. Меньше уже вот такой ненужной истощения и усталости. Давайте второй вопрос. Жанар спрашивает очень мудрый и глубокий вопрос. Если у человека очень много желаний, нужно ли делать освобождение от них? Иногда да, иногда нужно. Некоторые люди, особенно женщины, у них семь пятниц на неделе. Ну, то есть, это условно говоря, у них очень много желаний. Одновременно они могут семь дел делать, семь дел одновременно. И это делать, и то делать, и это делать, и то хочу, и это хочу, и сюда хочу, и туда хочу, везде хочу. от огромного количества жизнелюбия и хочу много детей и одновременно хочу карьеру сделать и хочу много денег зарабатывать и одновременно хочу красиво жить и отдыхать и из этого получается что многие желание противоречит друг дружку и многие желание настолько дергают мы не успеваем вообще тогда ничего сделать из-за этого можем себя ругать и быть собой недовольны я же это хотел успеть это хотел успеть это хотел успеть поэтому до некоторых случаях если вы заметили за собой такую способность что это мешает вам жить лучше вычленять главное от мелкого освобождаться от мелких желаний освобождаться который на данный момент на сегодняшний момент не актуально не так важно они через полгода и через год вы можете осуществить не надо отказываться от них но в данный момент не не надо сразу все и детей рожать и карьеру делать так давайте следующий вопрос друзья мои вот такой необычный вопрос александр спрашивает есть у нас такое упражнение когда мы активизируем определенные внутренние зоны накладывая сюда божественную силу радость часть как правило начинается чуть ниже пупочка потому что здесь находится наш дух энергии мы поднимаем берет можно через деревнюю ямку или через область между глаза здесь находится творчество а здесь находится мудрость и вкладываем сердце на два пальца ниже левого соска на два пальца ниже правого соска выше правого соска выше левого соска вот здесь центральной области и звучит вопрос в чем разница когда мы сделаем через вот эту зону или через вот эту зону существенной разницы нету важно эффект накопления чтобы вот эти зоны у вас были ощущением наполнены что в вашем сердце свет в вашем сердце божественной силы и тогда считается если мы сделаем через эту зону мы можем лучше концентрироваться на мудрость допустим человек поднимать вверх и горит божественная сила и мудрость или божественная сила и счастье и мудрость и так может поднимать вверх и говорит лайлах и бадок нет бога кроме бога или аллах акбар это переводится как любовь бога велика больше чем я могу себе это представить по отношению ко мне или иисусову молитву в сердце вот здесь на закладывать господи помилуй меня помилуй это переводится как полюби господи полюби меня большой принципиально разницы можете просто активизировать эти зоны можете просто насыщать все свое дело ощущением божественной силы и божественного света и божественной мудрости и жить с этим с ощущением что внутри вас божественная сила святой дух или вот некоторые люди они вас здесь в сердце сделают образ иисуса христа виде иконы допустим прямо вот иконы здесь отпечатывают в сердце здесь нет жестких правил или здесь нет жестких каких-то строгих ограничений но чувство наполненности причем наполненности светом силой радостью счастьем любовью это желать вот чувствовать на полность вы можете вообще вот есть люди не верующие бога они просто наполняют себя цветущий фруктовый сад весна май месяц здесь и тут сирени здесь яблони здесь цветет там персики абрикосы вишни что хоть вот много-много цветущих деревьев красивых внутренних цветет ощущение весны любви радости счастья небо голубой солнце бабочки летают пчелки жужжит вот классно здорово ну вообще внутри обалдеть как хорошо это здорово вот это то что нужно ваши мысли материальны когда у вас сильное что напишите что у вас должно быть сильное чтобы ваши желания в этой жизни осуществлялись добрые светлые желания осуществлялись что для этого нужно иметь сильную напишите нам а пока следующий вопрос также александр задает необычный вопрос что делать в последней треть ночи если человек не очень сильно искушен в зикрах зикр это постоянная молитва вот господи иисусе христе помилуй меня господи помилуй меня по мусульмански это допустим аллаху аббар или еще как-нибудь как постоянно вот концентрация 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 на создателя и александр спрашивает что можно было бы делать если человек вот ночью проснулся спать не хочет и зикар делать не умеет а ему хочется что-то поделать они просто я расслаблен и я отдыхаю вот иногда ночью нужно друзья мои себе так говорить я расслабляюсь и отдыхаю потому что мозг за целый день куда-то бегал что-то делал очень много работать и не дает вам расслабиться у вас много кортизола вырабатывается гормона стресса и вы не можете расслабиться глубоко мы рекомендуем пить магний магний помогает расслабиться если вы не сильны в молитвах а вам хочется каких-то тренировочек друзья мои делайте то что в чем вы сильны делайте так как вам хочется вы можете представлять себя молодым счастливым как убегаете как у вас прекрасная хорошая замечательная семья вы можете просто благодарить бога или жизнь благодарить я благодарю жизнь за все возможности которые у меня есть я благодарю бога за все возможности которые у меня есть благодарность это тот же самый сикар это та же самая иисусова мальта делайте так как вам нравится главное чтобы в вашем сердце было счастье в вашем теле было счастье а как вы этого достигнуть иисусовой молитвой благодарностью может быть молитвой богородицы может быть просто вы скажете я благодарю бога за то что он любит меня может быть вы будете внутри себя если вам не хочется спать внутри создавать весну и как расцветаются опять же красивые цветы почему бы нет давайте следующий образ вот такой необычайный вопрос дайву дазады наша дайву из прекрасной страны под названием литва задает вопрос про места силы которые часто упоминают мерзакарим салбочных объеков каких найти на нашей планете есть места красивые а есть места не очень где какие-то коряги где какие-то болот и и тогда вот в красивом месте человек быстро отдыхать быстро восстанавливается у него хорош настрой когда вы путешествуете по природе и решили пройти где-нибудь пять километров по дорожке по какой-нибудь по полям по лесам по лугам по речкам из этой прогулки часовой 5 километровой не каждая природа врежется вам в по не каждый панорама или ландшафт вы запомните с мельчайшей подробностью вы погуляли часик пришли домой и пытаетесь что-то вспомнить из этой прогулки красивой природу и вдруг вы заметите что ярко детали вашу память врезалась печаталась всего две-три картинки вот как найти места силы если потом приходишься домой закрывает плода они мельчайших подробностях у тебя легко твоей голове эти места значит вот в этом месте хороший такой светлый прекрасный божественная энергия прекрасный хороший благодать иногда места силы создают люди очень сильные люди святые люди которые много-много лет концентрировались на создателя и который перестали быть людьми в прямом смысле этого слова а превратились функцию функцию то есть они настолько вот есть врач одесс вот он уже забыл что он человек он весь в своих пациентах а этот забыл что он уже человек он артист мужем все он артист до мозгу костей до последнего дня свои числа так есть люди которые много-много лет десятки лет концентрировались на источник жизни на тот кто создал всю вселенную так было это интересно им так это было важно необходимо понять смысл жизни понять красоту этого мира понять по каким законам устроен этот мир есть такие люди которым это очень любопытно не просто купить печенье или там сварить пельмени которые хотят понять как устроен этот мир по каким законам он действует для чего мы живем и так далее и такие люди будут тоже приобретают называются да как положение вот у нас есть собор василия блаженного центре москвы и так далее на поместье погребение василия блаженного такой красивый храм и хотя он называется покрова богородицы но никто же не знает об этом все называют его собор василия блаженного хотя этого василия блаженного то мало кто видел столько лет уже прошло давным-давно но вот кто там бывал вот вырезается в память место и так далее а вот напротив собора василия блаженного находится исторический музей с другой стороны красной площади тоже красивое здание она вообще в память не врезается что-то какие-то арки какие-то ворота что все красное как бы как бы нет кто-то если вот стоял на спуске вот около храма василия блаженного река вот про кремлевская стена хорошо вспоминается прям сильно очень и очень сильные люди светлые люди они тоже могут создавать не только природу но и человек тоже может места силы создавать будет ли повтор двухнедельного курса который был у нас феврале по эмоционально физически автотренингов пока не планировали друзьям и все зависит от ваших инициатив ваших желаний мы феврале обычно делаем для наших выпускников коротенький курс тоже чтобы двухнедельный где мы повторяем уже изученной для того чтобы вот перед весной взбодрить и выйти из вот этой зимней спячки так далее а в сентябре мы как правило делаем курсы с новыми программами потому что мы все развиваются каждый из вас тренируется развивается у вас новые интересы новые возможности новые восприятия жизни и вы готовы к новым ярким сильным ощущением еще больше увеличить свою энергетику еще больше увеличить свое состояние счастья если хотите мы можем феврале повторить потому что на сценарий физически автотренинг это конечно очень мощная кто не знаком вот напишите на ю тубе эфа эфа три буквы это эмоционально это физически а а вот и тренинг эфа и фамилию где меньший и меньшин это от слова дементий было такое римское имя дементий это вот мой был прапрапрадедушкой в честь него как бы внук дементия это чей это деменшин вот так вот образовалась моя фамилия необычные как бывает по меня андреев это чей сын андреев сын кондратья кондратенко давайте все просто можно ли носить линзы при вождении когда восстановишь зрение конечно можно чуть-чуть послабее не надо стопроцентный чуть-чуть послабее можно стопроцентный только если ночью в дождик вот где-то вы едете такая сложная ситуация ну оденете вы ненадолго главное потом снимать если не нужно ходить в линзы или в очках для постоянной носки иначе глаза начинают атрофироваться и болеть а если вы на часик на 2 оденете ничего страшного от этого не произойдет если вы их потом снимите мы всегда рекомендуем на пол диоптрию или на диоптрию послабее но вы понимаете что вождение это возможность не попасть в тюрьму то есть если кто-то ночью какой-то пьяный человек напившись вина кубанского края выкатиться вам под колеса никому это не на ночью обязательно да даже посильнее девать и но ненадолго либо бабушка гадает над кофе является ли это грехом или это да друзья мои некоторые люди возьмут гайку на нитку и и одевают и вот так влево право она у них крутится вот так делать некоторые люди перетусуют карты и вот так раскладывает некоторые люди пытаются расплескать кофе и соответственно туда что-то посмотреть и из этого будет какие-то выводы сделать так далее давайте разберем вот человек взял ниточку и взял гайку и говорит сам себе если влево вправо то это нет если вперед назад то это да а по кругу то неправильный вопрос он сам собой договорился потому что некоторые делают набор у них влево вправо это нет а вперед назад это неправильно а по кругу это да то есть тут как уж собой договоришься и они задают какой-то вопрос и смотрят на это веревочкой интуиции на работает через тело и они тем самым спрашивают свою интуицию такая форма общения со своей интуицией они спрашивают у своего тела если какого-то человека на улице остановите в москве и петербурге там или в казани неважно где и спросите его как пройти на выставку какую-нибудь или какую-нибудь достопримечательность посмотреть и он рукой вам показывает на право а голосом говорить налево то есть его рука и его содержание мыслей разнятся чему вы придадите значение практика показывает тело правильный а голос может ошибаться он в этот момент о чем-то другом думал вы его спросили он был немножко неподготовлен отвлекся и он сказал вам ошибочно а вот тело когда вы показывает рукой она говорит правильно на этом основана такое понятие как детектор лжи или полиграф когда человек устраивается работать в какую-то там важную организацию ему город будем полиграф у вас изучать он садится ему датчики подключают и задаете просто твой из конкурирующей организации к нам устроились хотите наши секреты узнать говорит нет а в этот момент у него сердце тут ох тут ох тут ох тут ох то есть его тело его выдает на этом основан полиграф что тело выдает человек правильно говорить и ниточка если человек сам собой договорился у него при этом хорошее настроение вот лозоходцы а вот ходят ищут где вода есть где надо колодец копать лозоходцы вот они могут ниточка ходить или с веточкой с палочкой какой-то ходить или с каким-то медными этими трубочками и они говорят когда пойдутся медные трубочки значит тут вода есть я буду на бой топать каждый топ это один метр и вот сколько раз топнул если на пятый раз начнет 5 метров вода если два раза вот так а двух метров вода как сам собой договоришься а потом твоя рука начинает отвечать на твой вопрос гадание это или интуиции люди хотят заглядывать в будущее кто-то заглядывать будущее с помощью какой я карту вытяну из колоды типа моя рука сама выберет как какую карту нужно да все друзья мои зависит насколько человек этому придает значение почему обычно религия против таких гаданий против всяких вот это предсказателей гаданий и всего остального почему религия против потому что людям нужно какое-то шоу какие-то яркие впечатления и они могут сильно придавать этому значение когда какая-то женщина каждый по-любому чипу бегает гадалки и говорит посмотри посмотри погадай мне посмотри посмотри погадай мне вместо того чтобы сходить божий храм она относит большие деньги она под впечатлением от какой-то гадалки и начинаем от нее зависеть вот это к сожалению но разумеется это нехорошо и когда религия говорит ребята не надо этим заниматься мы понимаем что некоторые люди как некоторые 30 процентов людей очень впечатлительные их легко можно впечатлять вот сейчас по телевизору показывают разные шоу экстрасенсов и все прочее подобное люди в это верят какой-то экстрасенс ходит нюхает все время носом швыркает какой-то солью сыпит какой-то еще чего-то кто-то там какие-то обряды молитвы вертится крутится еще что-то делает очень много людей доверчивых наивны примерно 30 процентов людей очень внушаем очень внушаем и что происходит дорогие мои они могут забыть о главном и придавать значение слишком мелким понимать волноваться переживать ой у тебя сегодня валет трефовый выпал ой это к неприятностям и все и человек целый день ходит в каком состоянии состоянии сильного и счастливого человека или в состоянии ожидания неприятностей понимаете а когда у человека мысльный материальный когда его желание когда у него сильная энергетика или у него когда слабый когда он волнуется и переживали из-за того что у него валет трефовый выпал или когда он наполнен ощущениями меня бог любит меня жизнь любит все остальные пустяки ерунда временно поэтому это и не грех и грех одновременно когда бабушка как гадает на кофе если она доделает не придавая этому слишком большое значение если она в этот момент не забывает благодарить создателя и жизнь за каждый токс за каждый выдох за все возможности которые у нас есть если она независимо от этого не впала в зависимость а еще не такое пятно выпало из кофе плохое и все она ходит целый день в плохом настроении если она не зависит и и эмоции не зависят у нее нет привязанности к этому кофе тогда ничего страшного а если она слишком переживает из-за этого тогда извините это явно вовред это явный грех давайте последний вопрос друзьям и вопрос как формируется быть первый концентрация вторая и воображение и 3 сильная энергетика и все вот это вместе шли строй вы концентрируйтесь что вы хотите там среду вас важную встречу выходить чтобы она прошла вот так вот так вот так вы воображаете как она должна пройти ваша встреча у вас сильная энергетика вы не уставший не 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 замученные не расстроены вы радостно вы счастливы у вас мощная сильная вы бодры и всю эту ситуацию высота наполнять ощущением света праздника радости счастье приходится когда приходит нужна встреча она проходит так как по нам пользуйтесь пожалуйста и так уже почти 40 минут с вами общаемся напоминаю 18 числа у нас будет закрытая группа нет никакой открытые занятия это только для выпускников кто знает кто уже заниматься на таких занятиях знает насколько это здорово интересно у нас уже не первый сентябрь такие занятия раньше он вот мы делали упражнение усиливали состояние благодарность у нас был такой курс наивысшая ценность жизни состояние любви и так далее вот на этой в этом сентябре мы с вами потренируем хотя бы раз в жизни надо потренировать такое состояние а что чувствует человек что чувствую человек которого бог любит и обожает вселенной любит обожает жизнь любит обожать как вам удобнее так назвать но любит и обожает не просто так вот эфемерно а буквально в материальном смысле потрогать что ты наполнен вот этой энергии бесконечной силы и светом и она тебе помогает реально помогает решать твои вопросы восстанавливать твой здоровье дает тебе знание мудрость зачем люди пытаются вот эти законы духовного мира понять зачем люди пытаются самосовершенствовать вот сегодня мы уже несколько раз поговорили об этом попробуйте друзьям и ради интереса вот сегодня вечером вяжите спать вы умылись перед сном да помыли ладошки рот носку девушки желательно стоп и ног перед сном помыть чтоб снять себя до эмоций сегодняшнего дня чтобы вы легли спать у вас была свежесть и когда ложитесь спать представьте внутри себя божественный свет но этот свет разумный и как он лечит вас восстанавливает внутри вас нужны нейронные связи сосудики все все улучшает кровоснабжение внутренних органов в этот момент вы можете начать сильно зевать это нормально в этот момент друзья мои ваше тело может вот так вот так вот так спазмы уходить еще что тут такая ну что многие люди они живут состоянии стресса а когда внутри тебя огромная лечебная сила разумная у тебя эти спазмы начинают уходить глубокое расслабление начинается энергетика начинает выравниваться которые очень трудолюбивые так работали так работали что упадут от усталости попробуйте друзья мои не просто свет внутри себя представлять а представлять что внутри вас свет какой сильный и разумный огромная любовь внутри вас мягко нежно не спеша она вас лечит восстанавливает все 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 вот ради интереса раз уж мы заговорили на тему что чувствует человек которого любит вся вселенная буквально в материальном смысле любит не просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла на словах не просто эфемерно а вот буквально свои органы которые вам нужно там прям представляете как она вас лечит она сама знает естественная сила любви чтобы вам была польза от того что бог вас любит а это интерес один раз жизни можно так попробовать 18 сентября друзья мои записывайтесь с богом и до встречи